Что касается нас, я, честно говоря, может быть, несколько так проукционно называю это зерновым проклятием. У нас 75% пшеницы, доля в нашем экспорте, это, безусловно, очень высокая доля. Мы фактически зависим своим успехом, одной культуре. Мы в ней сильно преуспели, мы, собственно, работаем на своих семинах. У нас великолепная селекция, очень конкурентоспособный продукт, но не надо расслабляться. Сегодня прозвучало, так сказать, Николаевна сказала, что первое место по ячменю, да, это действительно выдающееся достижение. И чуть позже я покажу те страны, благодаря которым мы достигли такого показателя. Но в общей доле экспорта, если вы посмотрите, это 13-11% ячменей и кукурузы занимают. Это те культуры, которые востребованы на мировом рынке и производства, которых надо развивать, производство и экспорт. Собственно, еще такой важный момент, что по этим культурам у нас довольно долго уже наливая ставка экспортной пошлины. Тем не менее, как-то, вот я много слышу критики о том, что пошлина тормозит экспорт, да, но как-то на этих культурах не сказывается. Собственно, отсутствие пошлины на рост объемов. Ну, теперь, что касается географии наших рынков, сегодня уже позвучал термин Мена. Мы его разбиваем на два, это Клижний Восток и Северная Африка. Но это действительно, это наш домашний рынок. Этот домашний рынок обеспечивает нам основные объемы сбыта. И из тех новостей уходящего сезона, о которых я хотел бы обратить внимание, это падение доли именно региона Мена. Мы фактически снизились на 10% при общем росте вала у нас рекордный сезон по объемам экспорта. Но при этом доля ключевого нашего домашнего рынка снизилась с 75% до 65%. Происходит это в первую очередь за счет роста поставок в Азию, в страны Азии. В страны Азии играют все большую роль, все большую роль как по зерновым культурам, так и, коснувшись чуть дальше, по зерновобовым. Собственно, как только мы решили проблему с флотом, мы сфокусировались на дальних рынках. То есть, вот если вспомнить даже мое выступление два года назад, я четко говорил, что именно из-за санкционных барьеров, именно из-за тех проблем, которые мы имеем с фрактом, с флотом, мы будем концентрироваться на домашней рынке, которую мы считаем в рынке Северной Африки и Ближнего Востока. Так и произошло. Для нас это самое выгодное с точки зрения логистики и самое лучшее с точки зрения нашей экспертной способности рынок. Но сейчас, как только мы решили базовую проблему, мы пошли обратно на рынки Азии. Мы с триумфом, я считаю, вернулись на рынок Индонезии. Мы довольно серьезно укрепили свою позицию на рынках Большой Индии, в первую очередь Бангладеш. И вот, собственно, если теперь коснуться пятерки крупнейших импортеров зерна, то здесь видны наши успехи. Самый примечательный пример – это Турция, которая сокращает свои закупки, и я думаю, что этот тренд сохранится в новом сезоне. Турция будет снижать, она, собственно, уже остановила импорт. Неоднозначное решение с точки зрения нас, как страны, производителей и экспортера, но однозначно выгодное решение для Турции – они сбили мировые цены. Мы все уже чувствуем эти последствия. Цены на мировые рынки падают. И, собственно, пока мы до конца не понимаем, на каких уровнях они стабилизируются. Опять требуются какие-то чрезвычайные ситуации, любого природного политического плана, который могут развиваться эти тренды. Пока это так. Турция – очень ароматный игрок, очень трагматичный игрок на рынке. И поэтому они смотрят в целом на ситуацию, они смотрят на свои собственные возможности. В прошлом сезоне они сделали рекорд по экспорту муки и хотят еще укрепить свои позиции и увеличить уже до 4 миллионов тонн экспорта муки в новом сезоне. Об этом говорили представители Турецкой ассоциации макомолов на нашем форуме в Сочи. Египет более-менее стабилен по своим закладкам. Далее мы говорим о том, что у нас крупные соседы, покупатели, импортеры нашей продукции Иран. И здесь мы увидим, что, вернее, мы не увидим АРАН в списке импортеров по пшенице, ровно потому, что это один из ключевых покупателей наших форажных культур. Этому благоприятствует и логистика, этому благоприятствует и частная инициатива, потому что, наверное, многие знают о том, что поставки продовольственной пшеницы, и импорт продовольственной пшеницы на рынок АРАНы монополизирован государством, в то время как частная инициатива остается в поставках форажных культур. Примерно такой же тренд демонстрирует Саудовская Аравия, которая сокращает закупки пшеницы продовольственной, но в то же время наращивает закупки форажных культур. И опять же, у нас очень крупные способные ячмень, у нас крупные способные кукурузы для рынка Ближнего Востока, и таким образом в Саудовской Аравии остается пятерки, несмотря на сокращение закупок пшеницы. Ну и, как я сказал, Бангладеш, который в первую очередь зависит от поставок из Индии, мы знаем о проблемах с климатом в Индии, собственно, многократно уже обсуждалась история по открытию импорта пшеницы на индийский рынок, но мы, честно говоря, этого не ожидаем. Для Индии это вопрос внутренней политики, очень серьезный вопрос. Фермерское лобби имеет колоссальные возможности, и, собственно, те цели, которые поставил премьер Моди своему новому правительству, они заключаются в росте доходов фермеров, то есть мы ожидаем, что скорее правительство Индии будет стимулировать развитие внутреннего сельского хозяйства, рост производства с самыми разнообразными мерами, чем будет открывать внешний рынок, который, по мнению аграрного лобби, может привести к сокращению внутреннего производства. Это вполне понятный процесс, поэтому скажу сразу, много раз меня в последнее время спрашивают, мы не рассчитываем на рынок Индии по поставкам на пшеницы. Что касается, собственно, пятерки импортеров пшеницы, то, опять же, здесь уже Египет стала первым, Турция, как я уже сказал, сократила, и появляется у нас Пакистана-Алжир. Пакистана-Алжир наш относительно новый партнер, собственно, со времен ковида, дружим плотно, развиваем торговые отношения, но тем не менее, в целом, традиции, потребительские традиции стран Северной Африки, и ровно, это даже можно сказать, что это традиции мусульманского мира, ближний восток Северной Африки, это исключительно страны мусульманского мира, они сильно завязаны в потреблении зерновых культур. Кто можно видеть? Многообразные для Польши, многообразные блюда, которые в себя включают и мягкую твердую пшеницу. Собственно, результаты предсказуемые все страны пятерки от страны мусульманского мира. Теперь несколько слов о зернобобовых. Они стали звездой уходящего сезона. Экспорт растет, в первую очередь, мы увидим, что за счет поставок гороха, и опять здесь складывается та же тенденция, как мы имеем в зерновых, то есть у нас, если зерновых 75% это пшеница, то зернобобовых без малого 80% это поставки горох. Ключевые страны, куда мы экспортируем эту культуру, это Китай, который для нас открылся не так давно, но тем не менее мы себя чувствуем очень уверенно и развиваем торговые связи, и я уверен, что мы еще не достигли того пика в наших торговых отношениях, который возможен именно по гороху. Это Индия, которая опять же вынуждена открыть рынок по вторичным культурам, и наш горох является хорошим заменителем, альтернативой других бобовых культур, которые очень популярны на внутреннем рынке. Но что бы я хотел, я не переключаясь на следующий слайд, просто хочу акцентировать внимание. Несмотря на то, что 80% зерновобовых культур это горох, прошу обратить внимание на две культуры, нут и чечевиц. Это там, где мы совершенно не реализовываем свой потенциал. Эти культуры пользуются также большим спросом стран, в первую очередь мусульманского мира, они являются важной частью рациона. И именно в этих культурах, в росте их предложения, мы видим большой экспортный потенциал, еще не реализован. Да, там достаточно сложные аграрные технологии, да, там требуется подработка. Мы на сегодняшний день вынуждены соглашаться с дисконтами, потому что нам не могут аграрии поставить правильные качества. Имея, то есть в отличие от зерна, которое достаточно просто подрабатывается и вывозится на экспорт, здесь очень важен калибр, здесь важен цвет, нужна структура бобовых, и таким образом формируется цена. То есть чтобы получить премиальную цену, которой достоин наш товар, нам надо его подготовить, требуется предпродажная подготовка, та самая подработка. Собственно, наладив этот процесс, мы получим совершенно другие цены, мы получим совершенно другую долю на внешних рынках. Пока же, собственно, мы видим ситуацию, когда Китай и Индия, это исключительно за счет поставок гороха, у Индии, может, там немножко еще нутро, Турция более диверсифицирована, опять же, на правах соседа, турецкие трейдеры скупают у нас большие объемы всего, что мы можем им предложить, и, собственно, является тем маркет-агрегатором, который, наверное, бы имел право быть на территории Российской Федерации, тем не менее, сегодня турецкие трейдеры, да, в том числе, с целью большую часть идет на перепродажу, за нас выполняют эту работу, готовят товарные партии и продают их потом на внешний рынок. Мы ожидаемо, Испания уйдет из рейтинга, это уже всем понятный факт. Бангладеш, опять же, это устойчивый потребитель, и я думаю, что они сохранят и объемы, и будут даже эти объемы растись, и сможем, опять повторюсь, наладить качество нашего предложения. И кандидат на включение пятерку – это Пакистан. Пакистан тоже наш давний партнер, который готов наращивать объемы закупки зерновобовых культур, их как раз интересует в первую очередь нут. Наш ноутбр, еще раз повторюсь, в целом по потребительским свойствам конкурентоспособен, но мы явно не дорабатываем с точки зрения подготовки. Это очень специфический рынок зерновобовых культур, надо учитывать традиции, потребительские традиции, наверное, там многие видели вирусные видео, как происходят закупки зерновобовых культур, такие своеобразные биржи, маркетплейсы, где сидят эксперты, именно чисто визуально оценивают товар. То есть они не берут какие-то лабораторные исследования, они смотрят визуально на этот товар, потому что это важная часть, потому что во многих случаях он именно в таком виде попадает на полки. То есть он должен выглядеть привлекательно. То есть мы вот сами для себя такой же путь прохожу, как аграрий. Мы недавно общались с нашим покупателем в Китае, который нас купил горох, его очень интересовало, что за черные точки на горошках. Это брак. Мы объясняли, что эти черные точки, это отсюда растет, это та ножка, на которой крепится горошь уже. И для них это было неочевидно, потому что они уже получают, они избалованы качеством канадского гороха. Но тем не менее мы понимаем, что нам требуется дорабатывать и нашу продукцию. Таким образом, именно учитывая реалии мирового рынка, пользуясь теми возможностями, которые у нас сложились, скажу парадоксально, благодаря санкциям, они открыли для нас новые рынки, они обеспечили для нас добровольный уход многих конкурентов с наших рынков и в то же время обеспечили нам предпосылки и возможности установления прямых контактов с теми целевыми рынками, с которыми мы работаем и развиваемся в настоящий момент. Благодаря этому и пониманию особенностей по той или иной культуре, по той или иной стране мы можем достичь еще больших, я бы даже сказал, выдающихся результатов. На нас уже серьезно смотрят конкуренты, причем зачастую более серьезно, чем мы сами оценим свои возможности. Поэтому надо верить в себя и двигаться дальше в направлении роста объемов и торговли. И здесь последним слайдом я бы хотел рассказать о том проекте, который сейчас активно обсуждается. И мы рассчитываем, что он попадет в итоговую декларацию лидеров стран БРИКС, которые пройдут в октябре в Казани. Путь очень непростой, но тем не менее нам надо стремиться к более тесному сотрудничеству с другими странами БРИКС. Потому что если в целом с точки зрения глобальной экономики нас принято называть развивающимися странами, то с точки зрения аграрного производства, аграрных рынков, мы точно супердержавы. Как минимум три страны Бразилии, Индии и России – это крупнейшие экспортеры по ключевым категориям зерновой продукции. Если к этому добавить еще другие категории аграрных товаров, которые входят в общую категорию soft commodities, то мы, наверное, ключевые поставщики на мировом рынке практически по всем категориям. Таким образом, есть предпосылки и есть возможности реализовать те рыночные возможности, которые сложились из политического союза, к чему мы активно призываем и предлагаю вам также поддержать нашу инициативу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова